Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Xiaomi представила для нас с вами свой новый среднебюджетный смартфон, который получил название Civi 4 Pro. И я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила AMOLED дисплей на 6,55 дюймов с разрешением 1,5К, 2750 на 1236 точек, это 460 ppi, частота обновления здесь 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя 240 Гц, ШИМ 2160 Гц. Это 12-битная панель с поддержкой HDR10+, и Dolby Vision, а защищает всю эту красоту фирменное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2-го поколения. В сердце у нас располагается новейший процессор от компании Qualcomm, это Snapdragon 8S Gen 3, и это первый смартфон на рынке с данным решением. Я вам напоминаю, это 8-ядерный чип с тактовой частотой 3 ГГц, здесь у нас одно ядро Cortex-X4, 4 ядра Cortex-A720 и 3 ядра Cortex-A520, а также графический ускоритель Adreno 735. Здесь, конечно же, стоит отметить, что данный чип очень производительный, и он отличается от просто 8 Gen 3 тем, что у производительного ядра Cortex-X4 немножечко подрезаны частоты. По оперативной памяти все шикарно, память здесь сверхбыстрая LPDDR5X и 2 классных варианта 12 и 16 ГБ. По внутренним накопителям та же картина, память сверхбыстрая UFS 4.0 и 2 шикарных варианта 256 и 512 ГБ. А вот поддержки microSD, к сожалению, нет, но мы к этому с вами уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, есть Bluetooth, есть датчик NFC и выход USB Type-C. Сканер отпечатка пальцев располагается под дисплеем. Также на борту у нас GPS, GLONASS, BYDOW, GALILEO, стереодинамики и шикарный внешний вид. К слову говоря, новинка поступит на рынок как минимум в четырех красивых цветах. Черный, сиреневый, голубой и зеленый. А прямо из коробки смартфон работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой. Габариты устройства 157,2 на 72,77 на 7,45 мм. Вес 177,5 грамм. На задней стороне устройства у нас располагается симпатичный блок камеры в виде пончика, который состоит из трех модулей, основной из которых на 50 Мп с апертурой 1,63. Это датчик LightHunter 800. Здесь у нас заявлена оптическая стабилизация изображения. Далее телеобъектив на 50 Мп с апертурой 1,98. Здесь у нас фокусное расстояние 50 мм и оптический зум 2Х. И третий датчик широкоугольный на 12 Мп с апертурой 2,2. Угол обзора 120 градусов. А на обратной стороне сверху посередине экрана у нас располагается двойная фронтальная камера для ваших видеоконференций и селфи. Первая на 32 Мп с апертурой 2,0. Угол обзора 78 градусов. Фокусное расстояние 26 мм. Это датчик от компании Samsung Isosel GD2. И второй модуль на 32 Мп широкоугольный с апертурой 2,4. Угол обзора 100 градусов. Это датчик от компании Samsung Isosel GD2. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Xiaomi. Я вам напоминаю, среднебюджетный смартфон, который получил название Xiaomi Civi 4 Pro. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. А где можно приобрести? Отвечаю на поставленный вопрос. Как всегда, по традиции, приобрести данную новинку можно на площадке Алиэкспресс. Для этого все ссылки на товар, на продавца, на официальный магазин я оставляю в описании к данному видео. Переходите, смотрите и заказывайте. Тем более, что для первых покупателей, как всегда, продавец приготовил отличные скидки. Поэтому важно перейти, посмотреть, последить, урвать купоны продавца и урвать данную новинку по супер приятному ценнику. Ссылки в описании. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка. Вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Xiaomi Civi 4 Pro? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите на замену какому смартфону планируете приобретение. Также отпишите, даже если не планируете приобретать, как вам по вот этим характеристикам данный смартфон понравился или нет. Ну и пару слов о том, есть ли у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот устройств от компании Xiaomi. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!